Енисей-Красноярск против Спарта Нижний Новгород. Матч жизни для обеих команд. Ноздря в ноздрю. Они идут в турнирной таблице. Спарта впереди. У нее на одну победу больше и на один сыгранный матч меньше. Но сегодня, если побеждает Енисей, он догоняет соперников по победам и опережает их по набранным очкам. Но, соответственно, гостям необходимо не проиграть. Итак, составы команд назову полностью, как обычно. А потом, по ходу, будем разбираться, кто на площадке. И номер 18. Алина Подскальная. Капитан команды Валерия Шатунова под номером 2. Роли Либерра сегодня исполнен Станкевичу. Это четвертый номер. И Масалева девятый. Главный тренер команды Спарта Слободан Радивоевич. Енисей Красноярск. Первый номер. Яна Даций. Пятый. Ангела Мария Леева Тагля. Седьмой. Ирина Климанова. Девятый. Мария Фролова. Номер 10. Анастасия Самойленко. Номер 11. Евгения Сегачева. Двенадцатый. Евгения Щеглова. Четырнадцатый. Ирина Филишкинская. Пятнадцатый. Светлана Красноярки. Принимаю соперника именно здесь. Вряд ли для кого-то это будет преимуще. Вновь Каськова атакует, пока на нее идут все передачи. Вот есть хорошая, даже идеальная, наверное, доводка. Блок цепляет этот мяч, но касание сетки показывают судьи. Два-три. Светлана Гатина атаковала. И она же подавать будет. Пестова. Отличная доводка для такого приема. Атака Фроловой на месте Станкевичутая. Мяч в аут уходит. Не было касания рук блокирующих. Атака Валерий Шатуновой не попадает в площадку. Капитана Гостей. Под номером два. Бровкина на подаче. Срывается у Юлии подача. Три-четыре. Юлия Синицкая. Вводит мяч в игру. Щеглова прием. Филиштинская на Фролову. И Фролова великолепно атакует. 5-3. При хорошем приеме очень быстрая подача у Ирины Филиштинской. Тяжело блокирующим успеть. Но партнершам всегда радость атаковать против наименьшего числа соперников на блоке. На разорванном блоке. Сейчас отличная атака Фроловой. Так ли подается эту новую. Но передача идет на Каськову. И Каськова обманула всех. Стала гадать. Евгения Щеглова пошла в центр. В зону шестого номера. А Каськова скинула под заднюю линию. И набрала четвертое очко своей команды. 4-5. Сама же Жанна подает. Фролова. За голову играет передача Филиштинская и Евгения Сегачева. Первая удачная атака. Центральная блокирующая Енисея в сегодняшней встрече. 6-4. Впереди хозяева. Мария Фролова подает. И получается подача у Капитана Хозяев. 5-6. Вторая уже ошибка на подачу Енисея. В этом сете. Есть прием от Пестова. И вновь играет на Сегачеву Филиштинская. И Ирина сама же этот переходящий мяч забивает. 7-5. Приняли атаку Сегачевой игроки Спарты. Но не получилось им оставить мяч на своей половине. И Филиштинская уверенно и четко приносит краснояркам седьмое очко. 7-5. Сегачева. Шадунова в приеме. Блокаут. Атаковала Светлана Гатина. Не отпускают друг друга команды. Енисея лидирует. Но это преимущество минимальное. Подача Прасовы. Великолепный прием. Ну и конечно же с такого приема грех не заиграть первый темп. Что Филиштинская и делает. Ну а Бровкина бьет без шансов для соперников. 8-6. Ирина Филиштинская на подаче. Сетка принимает эту подачу. Щеглоб. Смотрим повтор. Перевод по линии шикарный конечно получился. По первой зоне Мария выстрелила. Прием хорош. Атака. Противоход получился у Яны Даций после этого удара. Жанны Каськовой. 9-10. Гатина на подачу отправляется. Фролова прием. Первый темп от Бровкина. И в этот раз сыграли четко. И Бровкина пробила так как надо. 11-9. Не так много вмещает Донспорт имени Дворкина. В Красноярске в прежнем действуют ограничения. 50% от максимального числа болельщиков на трибунах. Но сегодня благодаря тому, что сдал небольшой шумовой эффект, конечно потрясающий. Свою команду красноярцы поддерживают с душой. С криками, со скандированиями. И пока я об этом рассказывал. Блестящая атака удалась Жанне Каськовой. 10-11. Продолжается борьба за инициативу. Никому пока не удается выстрелить какой-либо серии. Из очков Фролова. Ошибась в приеме Мария. Перелетел мяч прямо в руки. Анны Просоловой. Но поторопилась центральная блокирующая гостей. Неуклюже сыграла у сетки. И очко достается Краснояркам. 12-10. Не так там было все круто. По части боления. Потому что огромный пункт стоит. Просто невероятная. Атака к Каськовой. И от блока Краснояра к мяч уходит в аут. Снимаются игроки-гостей из подачи Ексея. И будут сами подавать. Каськова. Автор только что прошедшей атаки. И Каськова эйс оформляет. Что до Марии Фроловой пока не ладится прием сегодня. Но первый раз Мария сразу проиграла. А до этого пару раз отправляла мяч на половину площадки соперника. Хотя во второй раз и выиграл благодаря этому очку Енисей. Когда ошиблась Просолова. Фролова на этот раз неплохо так лист в задней линии. Не получается. И тайм-аут Голотова. При чете 13-13 проиграл Енисей 3 очка подряд. И Сергей Иванович главный тренер. Хозяев сразу на это реагирует. Букмекеры видели в этом матче явного фаворита. Это Енисей. Гораздо меньше на него был коэффициент, чем на гостей. Но я не думаю, что будет все так легко и просто. И первая партия нам это показывает. 13-13. Абсолютно равная игра. Если ошибаются обе команды. Если прекрасно атакуют и обороняются опять же вдвоем. Почти-почти спасла этот мяч Пестова. Но выиграли такие гости очко. 14-13. Щеглова. Ну вот, наконец-то великолепный прием. Но слишком низкая передача на Сегачеву. И все-таки Спарта застает этот мяч. А вот теперь все было удобно для Евгении. Но блестяще играет Либера Гастей. А Филишкинская решила вот так вот сыграть. Обманный удар. Две подряд передачи за голову Сегачева. А это уже все. Это атака Щегловой. И тут что есть. Фролова продолжит подавать очень длинный розыгрыш со множеством ярких ситуаций. На площадку возвращаются команды. И у нас вот они выстреливают такими сериями. Сначала Енисея торвался на 3 очка. Потом 4 очка подряд набрала Спарта. И теперь уже ответ Енисея. 17-14. Также 4 очка подряд. И с Марией Фроловой заставил Ордивовича взять тайм-аут. Мария подает. Шатунова с трудом справляется. Сама же будет атаковать. И идеально попадает под самую линию. Капитан хозяев Валерия Шатунова. 15-17. Сработал, можно сказать, тайм-аут. Приняла Шатунова сложнейший мяч. И потом после паса Гатиной забила Валерия Шатунова на подаче. Фролова. Отличная доводка. Щеглова тяжело было Евгении что-то сделать в этой ситуации. Немного не успела она в атаку. И вновь минимальное преимущество Енисея. 16-17. Два очка подряд набрали. Волейболистки Спарты. Пестова. Прием. Щеглова. А вот эта блестящая атака 12-го номера хозяев. И высокой доигровщицы, но при этом невероятно техничной, невероятно болевой девушки. Бойцовский характер у Евгении на зависть многим. Ну и когда получается в атаке, то выходит все на заглядение. Сикачева подает. Подскальная с задней линии Каськова. Браво Сикачева. А ну в этот раз ничего уже не могла сделать ни она, ни блок. Хозяев Прасолова пробила идеально. 17-18. Ну а первую атаку Сикачева приняла. Пусть и наполовину гостей, но для центральной блокирующей такая игра в защите это большое благо. Филиштинская. Щеглова. Расстреливает Гафину Евгения. 19-17. Не делает замен пока голодов, но вот я уже вижу, что готовы выйти на площадку Александра Перетядько и Софья Писаревская. Возможно, вскоре мы их увидим. Шатунова принимает. Подскальная сбрасывает. Филиштинская подвешивает для Щегловой. И Шатунова не была готова к такой атаке Евгении. Щеглова в последних розыгрышах. Юлия. Атака Леевой-Тагли. И вновь Масалева тащит Гатина. А вот тут не могло быть никакого блока, потому что никто на него не прыгал. Очередной потрясающий розыгрыш. Завершается в пользу Енисея. И замена. Шатунова с площадки уходит. Появляется на ней седьмой номер. Это Анастасия Жукова. 22-17. В пользу хозяев. И Филиштинская подает. Комфортно сейчас себя чувствует Енисей. Но это женский волейбол. И здесь можно сказать, что все только когда какая-то из команд забьет решающий мяч и сет выиграет. Белештинская. Гатина в приеме. С задней линии вылетает Каськова. И бьет далеко вау. 23-17. Плюс 6 у Енисея. И всего два очка нужно набрать хозяевам для победы в этой партии. Двойная замена. Каськова и Подскальная уступают свои места Татьяне Марковой и Лидии Акимовой. Лидия Акимова. 18-летняя девушка. Метр 97. У нее рост. Грозная сила в атаке. Будет использовать свой высокий рост по максимуму. Маркова. Первый темп. Бровки накроет. Но будет попытка номер 2. Гатина. Фролова бросилась за этим мячом. Мария. Достала его, но не спасла. Каськова возвращается. На площадку. Но возвращается она исключительно на блок. Нет. Нет. Это обратная двойная замена. Подскальная. И Каськова вернулись. Подскальная подает. 18-23. Аут. Причем приличный. И это дает Енисею 6 матчболов. Ой, извините. Какий же матч. Запихаю ее вперед. 6 сетболов у Красноярых. 24-18. Евгения Щеглова. А на площадке Писаревская вместо Дагли на блок. Заменяет перуанскую волейболистку. Щеглова подает. Есть прием. Атака. Это Гатина. Один сетбол отыгрывает Светлана. А Гатина вообще 17 лет. И метр 90 у нее рост. Потрясающие антропометрические данные у нескольких волейболистов-гостей. Для волейбола очень хороши. Фролова в приеме. Одной рукой пасует Филиштинская. Атаку Бровкиной принимают. Каськова просто перевела. Филиштинская. Ну, Фролова. Это страхует подскальная. Щеглова в приеме. Филиштинская переводит Марии Фроловой. Блок цепляет. Первый темп. И великолепная атака первым темпом от Синистской. Вперед голодов тайм-аут. Четыре очка осталось от шестиочкового преимущества. И Сергей Иванович быстро реагирует на это. КОНЕЦ Команды на площадке. Катина будет подавать. Четыре сетбола у хозяев. Но было совсем недавно. Их гораздо больше. Два отыграли волейболистки Спарты. 20-24 счет. Фролова принимает. Первый темп от Бровкиной. Нет. Не догнать этот мяч никому. И это значит, что в первой партии Красноярский Енисей одержал уверенную победу со счетом 25-20. Немного отдохнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Енисей. Их соперницы уже на площадке. 25-20. Первый сет остался за хозяевами. До поли до времени была в нем равная борьба. Очковой очков шли команды. Затем они стали обмениваться сериями из успешных розыгрышей. И в этой перестрелке победителем вышла красноярская команда. 25-20, как я уже говорил. Достаточно уверенная победа в первом сете хозяев. Что-то здесь какая-то пауза возникла. Показывает Павел Ремеза, второй судья, что нужно провести эту формальную замену, чтобы Пестова появилась вместо Сикачевой. Алибера вместо центральной блокирующей на прием. Начинается партия с подачи 10-го номера. Просолова. Пестова. Пилиштинская на Фролову. Великолепная атака. Многие замечают, но я не раз говорил тоже, что эта версия Марии Фроловой практически так же эффективна, как ее праймовая форма в ее лучшие годы, когда она регулярно удавалась в сборную России. И этот сезон играет потрясающий капитан хозяев. Подскальная на Гафину. Сбитая атака. Бровкина пасует на Тагле. Пыталась обмануть. И Перуанка мяч в игре. Каськова переводит. И вновь Бровкина пасует. Тагле в блок бьет. Страхует Фролов. Будет хорошая атака у Каськовой. Но упирается Жанна в красноярских блокирующих. Гатина. Тагле с Сикачевой кроют. Тагле без разбега атакует с места. Тагле. Атака. Анфилы Марии хороша. И ничего не смогла сделать с ней Валерия Шатунова. 2-0. Красноярки впереди. Юлия Бровкина отправляется на подачу. Затяжной розыгрыш. Не было в нем каких-то сумасшедших, наверное, спасений. Но долго мяч находился в воздухе. И вновь Бровкина в сетку подает первую партию. Точно так же Юлия начала свою подачу. Дебютную в матче отправила в сетку. Но Бровкина в последнем розыгрыше себя как басующая зарекомендовала. Зарекомендовала и выцеливала она на Тагле передачи. И выцелила таки. Какое спасение потрясающее. Какие молодцы Баскальная и Каськова. Тагле атака. Мяч остается в игре. И Фролова бьет в сетку. Но как же в защите потрясающе сыграли сейчас игроки Спарты. И заслужили они это очко. Вне всяких сомнений. Смотрим на повторе. Так как сначала Баскальная, а потом Каськова бросались за этим мертвым, казалось бы, мячом. Потом мощнейшая атака Тагле не стала результативной. И в итоге все закончилось ударом Фроловой в сетку. А сейчас первый темп от Сикачевой. Без помех Евгения Бива. И 3-2. Слишком поздно. Ее оппонент выпрыгивал на блок. Тагле на подачи. Каськова. Но какой же потрясающий блок сейчас девушки из Енисея соорудили. Великолепность третьего года Катина. Она уже играет в Суперлиге. И борется за плей-офф вместе со своей командой. Пока я вам про это все говорил, ошибался и исправлялся. Мария Фролова великолепно атакует. 6-3. Есть прием. И будет атака капитана гостей. Но там Филиштинская из Сикачева. 7-3. Закрывают Шатунову. Работает блок у Енисея пока в этой партии безукоризненно. Фролова подает. Катина принимает. Каськова мощнейшая атака. Молодец. Лейва Тагле. Не будет атаки у Фроловой. Но надо защищаться Енисею. И надо атаковать и забивать гостям. Что они и делают. Блокаут играет Шатунова. 4-7. Юлия Синицкая выходит на подачу. Фролова. Немного сбиты получается прием. Щеглова атакует. Сложнейшая атака. Синицкая молодец. Но не будет атаки от Шатунова. И Фролова вылетает с задней линии. Синицкая браво просто в защите играет великолепно. Второй раз подряд. Пестова. За спину Филиштинская. Как из пушки стреляет Сикачева. Знаете, я в считанных метрах от площадки нахожусь. Но даже не успел я уследить полет этого мяча. Момент удара Евгений видел. И момент того, как он попал в площадку тоже. Как молния просто мелькнул мяч. Впереди Енисей. 8-4. И ошибка в приеме, который с удовольствием по... Фролова организуют. 5-9. Закрывают они Евгению Щеглову. Без особых вариантов. Там небо не видно было Жене. И в итоге снимаются. Ох, как хорошо и мощно разбегалась Каськова на подачу. И подала неплохо. И теперь атакует она с задней линии. Но мяч в игре. Щеглова. Гатина. Каськова. Тут не будет мощной атаки. Филиштинская будет Пестова пасовать. Дагли. Есть защита от гостей. Блок цепляет удар Гатина. И Филиштинская на край Щегловой тяжело. Но не проиграла импедия. Уже молодец. Опять супер розыгрыш у нас. И как же обидно он завершается. Этот интереснейший розыгрыш. Обидно. И я думаю для всех, кто смотрит этот матч. И ни за кого не болеет. Всегда интересно смотреть такие затяжные, героические в защите выяснения отношений со стороны обеих команд. Но еще более обидно, конечно, болельщикам и игрокам Менесеям. Касание сетки дарит очко их сопернику. И Каськова продолжает подавать. Печатывает от души мяч в сетку. 10-6 Менесе впереди. На подаче Ирина Филиштинская. Связующая хозяев. С первого розыгрыша она на площадке. И пока не уступала место Александра Перетятько. Александр Перетятько. Хотя частенько Глотов тасует своих связок. Сложно было что-то забить. Надо было просто перевести Щеглова. Великолепно Масалева. В приеме с задней линии Гатина. Отлично Светлана. 10-7. Восемь-десять. Вогоня Спарты. Вогоня Спарты. Пока получается достаточно успешной. Три очка они отыграли. Она отыграла. То есть Спарты они это волейболисты. Из Нижнего Новгорода. Шатунова. Пестово прием. Филиштинская первый темп. Там Ровкину. Станковичу. Да умница просто в защите. И Каськова по рукам блокирующих. Да минимума сокращает конечно же отрыв. 9-10. Но говорил я что не было в первой партии боевики такого преимущества одной из команд. И Фролова не оставляет соперникам ни единого шанса. Плюс 4. Инисей 13-9. Щеглова подает в третий раз подряд. Шатунову вновь будет Масалева пасовать на Гатину. Яна Даций. Умница просто. Фролова задней линии. Тут забить было невозможно. Но Мария сделала все чтобы усложнить. А там уже на сетке Юлия Бровкина. Приносит Инисею 14-е очко. 14-9. Плюс 5. С места задней линии атака Фроловой была таковой, что после игры в защитке соперника мяч перелетел прямо в руки Бровкиной. Марков вместо Паскальной выходит. Меняет связующего. Только связующего. Главный тренер Спарты Радивоевич. 14-9. Просолова. Гатина. Ну вот забивает Светлана наконец-то. Несколько ее атак были не совсем удачными. Легко принимались. Сцеплялись блоком. Но сейчас бьет без вариантов. Юная звездочка гостей. 10-14. Просолова. На подаче. Пролова принимает. Сама же будет атаковать. Ах достать нет. Не получается. Великолепна была атака Марии. Но как же близки были к тому, чтобы спасти этот мяч девушки из Нижнего Новгорода. Но не повезло. Немного не добежала. Шатунова. 15-10. Нинсей впереди. Ровкина на подаче. В сетку воткнулась буквально Синицкая. Что-то было изменить в направлении полета. Ее руки было достаточно сложно самой. Юлии. 16-10. Плюс 6 у Нисея. Естественно, Родиович хочет на это повлиять. Берет он тайм-аут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Синицкая, Юлия. 11-я очко приносит в партии. 11-16. Маркова на подачу отправляет. Во Фролову подает. Мария. Отлично. Сегачева отыгрывается от блока. Оставляет мяч в игре. И будет атаковать Фролова. Блок. Филиштинская на Тагли. Тут касание сетки было настолько очевидным, что невозможно было его не заметить. 17-11. Смотрите, Тагли сыграла целиком практически матч. Первый из двух Динамо Медар. Во втором появилась с первых розыгрышей, но затем была заменена. А что хочет увидеть на повторе Слободан Родиович. Что он хочет там рассмотреть? Какие волейбольные правила, на его взгляд, были нарушены в этом розыгрыше? Точнее, не он. Придет смотреть Павлу Ремезову. Но сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Ну, там было настолько очевидно касание сетки. Может быть, просто паузу дал своим подопечным Родиович. Чтобы они маленько отдохнули и обдумали происходящее на площадке там. Но не было вариантов, чтобы этот запрос в Тагли подает. Гатина в приеме. Каськова великолепно атакует. 12-17. Гатина на подачу выходит. Не хватает пока огня интриги, наверное, этому поединку. Как я уже сказал, матч жизни это как для Енисея, так и для Спарты. Впереди еще есть матчи. Но если ты у непосредственно оппонентов... Постараться надо Енисею, чтобы растерять такое преимущество. В самом плохом смысле этого слова. Постараться, да? Гатина. Маркова. Неудобно пасовать. Неудобно и атаковать что-то новое. Она бьет на отмазь. Надежда на кое-либо касание хоть кого-нибудь из сетки. Но не дожидается она этого. Мария. Ай, поторопилась Евгения Сикачева. Ну, все было идеально сейчас для нее. Мяч прямо в руку летел, но... Поторопилась она выиграть для своей команды очередное очко. И пробила в сетку. Вида Акимова. Как я уже говорил, 18 лет и метр девяносто семь. Как и Юлия Бровкина-Венесея. Такой же рост у Юлии. Филиштинская на крае. Щеглова. Блок. Филиштинская страхует. Пестова вновь на Щеглову. Евгения. По блоку бьет. А вот мы видим в деле Виту Акимову. Великолепная атака. 15 номера. Гостей. Невозможно было ее поднять. Синицкая на подаче. Фролова сбивает прием. Но Такли вылетает буквально с задней линии. Англамария Лэйва Такли. И 23-14. Потрясающе сыграло. Перуанская валибана. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok не блещет прямо говоря щеглова гатина принимает щеглова просто блестяще игра и защите и фролова блок аут тем 2 первый темп щеглова обработала мяч как будто просто еле-еле пучком а евгения щеглова продолжает подавать гатина прием есть каськова едва едва не спасла этот мяч мария фролова чуть-чуть не получилось 3 восемь жанна каськова на подачи идеально играет песто в приеме тагли атаковать было неудобно камере скидывала щеглова здорово в защите фролова двойной блок против марии она его не замечает приносит одиссею очередное очко 93 насколько сергей иванович голодов удовлетворен действиями своей команды что даже не задумываются о заменах первой партии когда была равная борьба я уже видел что присели нас тут на стульчики рядом с зоной замен перед дядька и писаревская но только только софья выходила на блок тем временем каськова потрясающе играет в атаке с задней линии жанна забивает 4 9 это out мария фролова спрятала руки за спину дескать я не трогала и не собиралась но ради войны читая что фролова коснулась мяча и просит посмотреть видео маша показывает слободану дескать что вы что вы я не собиралась не сделала но так или иначе фролова тут вот как это прокомментировать уважаемые друзья дорогие любители волейбола но это же фантастика просто весь этот розыгрыш в исполнении красноярок и защита щегловой но и удар фроловой 4 по 4 это классика ой 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 даций но это же не поднимается мяч в игре можно было оставить тяжело было так ли там она от блока в блок попала блок сыграл щеглова пыталась это сделать но какой мяч достала даций женский варимбол это прекрасно невероятно и это очень очень зрелищно мяч уходит в аут трос пришел на помощь хозяевам радиович говорит поля было и ремезов никуда ему от этого не деться отправляется смотреть очень увлекательный мини-фильм главная интрига в котором был ли аут или не был после попадания мяча в трос ебово поля был аут показывает нам видео 12-5 фролова на подачу сбитый прием жукова и даций я на даций в защите играет первый темп будет нет на край гатина пролова едва едва этот мяч для своей команды не спасла 6 12 светлана гатина в атаке отличилась а маркова выходит на подачу фролова великолепный прием сикачева за спину сыграла филишкинская там евгения сикачева с удовольствием воспользовалась приходится наблюдать чтобы марию фролову накрывали два раза подряд тут конечно атаки были не идеально от маши было ей ну совсем неудобного бороза и вот этот высокий блок гостей справился с ней 10-15 Каськова подает свою вторую подряд подачу трос фролова прием бровкина попадает светлане гатиной в лицо извиняется юля большая умница шестнадцать десять гатина принимает сбрасывает маркова но это читалось и видела ся фролова в игре мяч так ли в одиночку закрывает атаку жукова и будет просто перевод филишкинская на так ли без блока атаковала ангела мария но подняла этот мяч масалева а потом атака ваут уже от волейболистки спарты просолова говорит что было касание что надо смотреть то мне кажется не было там касание кто смотреть не будет это пробки нападает 17 10 масалева вытащила удар так ли без блока очень хороший был удар то возможно ангела мария расслабила то что не не видела перед собой блокирующих и получается передача на костькову тихачева атакует жанна пыталась жанна костькова пыталась спасти этот мяч но не вышло дайм аут при счете 18 10 берез слободан родивоевич возможно один из последних шансов что-то переломить и что-то своим подопечным нашептать такого что поможет им вернуться в игру и и Юлия Бровкина продолжает подавать плюс 8 у ее команды в этой третьей партии. 18 представляете попасть из Перу в Морозный Красноярска. В то время, когда Ангела Мария прилетела, здесь под 40 морозы стояли. Тяжело было не простудиться. Ангела Мария ваут подает. Сегодня весь матч она играет, Голотов ее не меняет. Весь Нисей заряжен на победу сегодня. И пока изменения не требуются. Прасолова подает. 12-19. Фролова. Прием. И атака Марии. Вновь под блок попадает капитан Нисея. Но с Дерии Каськова вылетает на атаку. И она у Жанны появляется. Получается великолепной. Успокаивает Сергей Голотом подопечек. Ничего страшного. Это всего лишь одно очко. Даже за самые яркие перформансы по два углеболей не дают. А у Нисея, как я уже говорил, задача понятна. Нужно просто заниматься вовремя. 14-20. Фролова. Прием. Сихачева. Не получилось атаку Евгении Гатина. Великолепный удар Светланы. С четыре по четыре. Без шансов. Ирини. И она передавливает Синицкую. Блок. Атаковать будет Мария Фролова. С задней линии цепляет блок. Атаку Маши давно она чисто не забивала. Спасают. Спасают девочки из нижнего нога этот мяч. Большие умницы. Щеглова и вырывают это очко у Нисея. И теперь уже тайм-аут. Потому что 17-21 на великолепном моральном фоне Спарта. После нескольких подряд выигранных мячей. А Нисея никак не может забить. Ни Щеглова, ни даже Мария Фролова. Светлана Гатина продолжит подавать два блестящих блока в исполнении Спарты. Принесли ей такие важные и нужные очки в этой концовке. Но минус четыре по-прежнему. Королюки будут за хоростом. И она переиграла его. Мяч задел руки блокирующих. И угодил в площадку Спарты. Филиштинская подает. Гатина прием. Маркова. Жукова блок-аут играет. 19-22. Знаете, весь сет. Просто без шансов. 23-20. Вот это момент. Вот это перуанская волейболистка для Нисея в этом матче. Ну и я думаю, этот блок Ангелы-Марии. Он просто уничтожил Жанну Каськову. Сейчас, да, конечно, передача была плоха. Атака сбита. Но перевести то уж мяч можно было на половину поля. На половину площадки Нисея. Но Жанна ошибается. Четыре матч-бола у Красноярок. Евгения Щеглова подает. Вбитый прием Гатиной. Маркова на Жукову. Блок цепляет. Будет атака у Нисея. Фролова. Блок играет у гостей. И так ли его в зону плей-офф. Вся борьба еще впереди. Но и тот Нисей, который сейчас... С Вашим archeом. И так ли его в зону плей-офф. И так ли его в зону плей-офф.